Мурманское образование выходит на новый уровень. Правительство региона уходит от устаревших советских методик и, шагая в ногу со временем, вносит свои коррективы. Теперь дополнительное образование детей становится персонифицированным. Что это значит и как работает, расскажет Кристина Харатова. Система персонифицирования дополнительного образования детей – это электронные сертификаты, которые официально подтверждают возможность ребенка обучаться в кружках и секциях за счет государства. Данные документы именные, выдаются один раз детям с 5 до 18 лет. Оформить их могут родители или законные представители на сайте 51.pfdo.ru. Там же можно узнать всю информацию о новой системе. Она позволит и родителям видеть все программное поле, которое сейчас существует. Это будет в одной точке сосредоточено. Не нужно будет смотреть, вот у нас 392 организации, которые предоставляют услуги. Не нужно будет каждый сайт организации просматривать, смотреть программы. Все это будет в единой информационной системе, в навигатор дополнительного образования. Он уже функционирует. Сертификат имеет определенный номинал, который установлен в каждом муниципалитете отдельно. Предъявлять его нужно не только в платных кружках и секциях, но и в бесплатных, чтобы Министерство образования могло отследить, какие направления востребованы и каких не хватает в нашем регионе. Ребенок сможет в рамках этого сертификата посещать не только услуги и не только организации государственные, но и негосударственные учреждения. То есть создаются условия для равного доступа, для того, чтобы ребенок мог обратиться абсолютно в любую организацию и реализовать свой образовательный запрос. Сейчас на муниципальном уровне ведется работа по принятию нормативно-правовых актов, регламентирующих муниципальную систему сертификатов дополнительного образования. К 1 августа она завершится и начнется с зачисления детей в выбранные кружки и секции.